SQL таблицы. На данном слайде вы видите схему таблицы Person. Она состоит из следующих атрибутов. Identify, Name, Age, Credit Score. Key или ключ – это атрибут, который является уникальным. Это означает, что данный атрибут не повторяется. SQL statements или команда SQL. Create table, insert, enter, delete, from, update и select. Это список основных команд SQL. Также на слайде представлен синтаксис данных команд. Здесь вы видите пример создания таблицы с созданием связи. Create table Person со следующими столбцами. Identify, Character, 11 символов, not now. Name, Variable Character, 50 символов. Age, Integer. Create score, Integer. Primary key, Identify. Здесь вы видели на слайде, что задан ключ, первичный ключ, Identify в синтаксисе Primary key. Creating SQL domains, создание домена. Домен – это столбец, который создается для того, чтобы хранить его в базе данных и использовать по мере необходимости. Здесь вы видите пример. Create domain, apt-num, character, 3 символа. Это номер квартиры, домен, который может использоваться в разных таблицах. Create domain, key code, character, длиной 4 символа. Это код двери. Домены используют, как я уже говорила, для таких случаев, когда мы хотим использовать домен, чтобы не создавать каждый раз какой-то тип таблицы. То есть домены видны в каждой таблице базы данных. Мы просто используем уже готовый домен. Creating relations. Создание связей в SQL. Здесь вы видите пример. Create table apartment. Со следующими атрибутами. Number. Up-num, not null. Up-num – это домен. Rooms, integer. Key code. Key code, то есть это тоже домен. Monthly rate, money. И primary key number. Для того, чтобы добавить столбец в таблицу, используется следующий синтаксис. Alter table apartment. То есть мы изменяем таблицу apartment. И добавляем add flow integer. Добавляем поле flow типа integer. В новой таблице у нас появится новый столбец, который будет иметь пустые значения. creating relations in SQL, create table statement. На данном слайде приведен пример таблицы, кросс-таблицы relationship. В рамках приведена схема ER-диаграмма. И используется синтаксис следующий. Create table tenant. То есть создается таблица tenant. Со следующими операторами. Tenant ID character. 11. Not null. Up-num. Up-num. Not null. Login ID. Varchar. Password. Varchar. 20. Since date. Until date. Constraint. И вот здесь вот создается связь. fk.tenant.id, id, foreign key, tenant id. То есть через внешний ключ tenant id мы связываем по атрибуту fk.tenant.id. Constraint references, person.identify. Указываем связь, ссылку на таблицу person.identify. Constraint fk.upnum, foreign key, upnum. И связываем с еще одной таблицей через атрибут upnum. Adding and deleting tables. Ну, возможно добавлять и удалять записи в таблицах при помощи следующих операторов. Insert into person. Identify name, age, credit score. То есть мы добавляем в таблицу person с этими атрибутами следующие значения. Values. 192.83.28.17. John Doerr.21.690. И аналогично происходит удаление записи delete from person p, where pname равно homo Simpson. Мы удаляем из таблицы person. И p – это у нас алиас person, то есть как бы сокращенное название, где pname равно homo Simpson. Алиасы часто используются в запросах SQA. Вопрос. В чем различие между первичным и внешним ключом? Каков механизм создания связи между таблицами?